всем привет друзья с вами я марина чернова на канале кухня без фанатизма сковороду добавляю одну столовую ложку растительного масла одну луковицу не крупно нарежу нарезанный лук я отправлю в сковороду нагрев небольшой сюда же добавляю 50 миллилитров горячей воды готовить до мягкости лука под закрытой крышкой мне понадобится хлеб у меня бородинский хлеб нарезка два кусочка это 100 грамм с хлеба корочки я не обрезаю поломала вот на такие кусочки и заливаю холодной водой 100 миллилитров можно было бы конечно залить молоком но не стоит этого делать так как молоко мешает усвояемости железа поэтому у кого гемоглобин не очень высокий за этим нужно обращать на это внимание хлеб хорошо перемешаю чтобы он весь пропитался водой и отставляю пока в сторону я беру 400 грамм фарша 200 грамм у меня куриного фарша и 200 грамм из постной свинины мясо можно брать любое главное как всегда чтобы она была не жирная добавляю к фаршу размоченный хлеб можно пропустить на мясорубке а можно просто помять руками он так хорошо разминается лук стал мягкий жидкость вся испарилась выключаю дам немного луку остыть и готовый лук добавляю фарш с таким луком с приготовленным котлеты получаются намного вкуснее и сочнее теперь фарш я поперчу и посолю по вкусу яйца я не добавляю кстати когда добавляешь яйца котлеты не бывают сочными то есть без яиц котлеты намного сочнее теперь все хорошенько перемешаю фарш я хорошо вымесила и теперь оставлю минут на 10-15 постоять кому не нравится что там попадается лук можно тоже пропустить через мясорубку это по желанию руками смоченными водой делю фарш на заготовке ну такого размера которого вы хотите чтобы были у вас котлеты и теперь каждую заготовку хорошенько закруглю чтобы не было пустот воздуха трещин теперь полученные заготовки можно панировать для панировки я буду использовать темные сухари из темного хлеба они продаются практически в каждом магазине панирую котлеты в сухарях и придаем форму котлет толщина котлеты примерно один сантиметр у меня получилось 8 штук котлет панировочных сухарей ушло одну столовую ложку противень я смазала 1 чайной ложкой растительного масла теперь отправляю в разогретый до 200 градусов духовой шкаф на 10 минут через десять минут котлетки переворачиваем на другую сторону ох какой аромат великолепный поливаем их немного водой горячей буквально 5 50 миллилитров все и отправляем обратно в духовку еще на 10 минут прошло 20 минут в общей сложности котлеты готовы дамом пару минут отдохнуть и можно будет считать килокалории и подавать очень вкусные котлеты получились просто великолепные обычные домашние котлеты просто не белый хлеб а темный сковороду добавляю одну столовую ложку растительного масла одну луковицу некрупно нарежу и нарезанный лук отправляю в сковороду туда же добавляю 50 миллилитров воды и готовлю под закрытой крышкой морковь нарежу ломтиками морковь отправляю к луку продолжаю готовить под закрытой крышкой на маленьком нагреве если жидкость испаряется понемногу добавляю воды за один раз не более 50 миллилитров нарежу небольшой кусочек капусты 150 грамм у меня добавлю капусту в сковороду к овощам все готовится на холодную ничего не надо заранее нарезать тут же нарезаем тут же готовим отправляем в сковороду все быстро две картофели на и нарежу маленькими кубиками чтобы он быстрее готовился и равномернее распределился по всему блюду пока картофель нарезала овощи уже легко размягчились смотрю у меня на сковороде сухо добавлю еще немного жидкости потому что мне же не надо чтобы все это жарилось мне надо чтобы все это томилось в собственном соку все теперь добавляю сюда картофель и продолжаю готовить на небольшом нагреве тут закрытой крышкой чтобы лишняя жидкость не испарялась витамины и по возможности не улетучивались чтобы все хорошо равномерно приготовилась шампиньоны 4 штуки нарежу ломтиками если вам нельзя грибы или вы их просто не любите можно заменить на кабачки или баклажаны или например болгарский перец отправляем шампиньоны в сковороду и готовлю до готовности также под закрытой крышкой нагрев небольшой сейчас уже жидкость добавлять не нужно потому что грибы выделят недостаточно воды в конце приготовления солю по вкусу добавлю пол чайной ложки молотого кориандра и черный перец по вкусу все перемешиваю и готовлю уже до готовности замечательное блюдо костное вкусное благодаря картофелю сытное она и картофель этому блюду придает сытость он здесь у меня за несколько углеводов сложных все готово картофель морковка папуста все можно выключать посыпаю свежей зеленью дам постоять отдохнуть минут пять и можно будет подавать и считать килокалории вкуснота ну наверняка вы такое готовите замечательное блюдо хоть пост хоть как вместо гарнира ну вот пришло время подавать симпатично ароматно вкусно быстро и полезно и конечно же мало калорийно энергетическая ценность такого блюда всего-навсего 70 килокалорий на 100 грамм здесь довольно много клетчатки поэтому такое блюдо замечательно для метаболизма в таком виде это замечательное постное блюдо а также идеально подходит как гарнир например сегодняшним котлетам или любому другому мясному блюду вкусно полезно просто и мало калорийно две отварных свеклы одну морковь а тоже отварную два небольших маринованных огурчика натру на терке у меня для корейской морковки добавлю к ним 150 грамм зеленого горошка половинку маленькой луковицы нареженной нарезанной соломкой перышками вот такими добавлю немного зелени укропа и петрушки заправлю 1 столовой ложкой растительного масла нерафинированного которая ароматная солю и перчу по вкусу осталось все перемешать замечательный постный салат готов энергетическая ценность такого салата всего-навсего 53 килокалории на 100 грамм тут главное контролировать расход масла тогда энергетическая ценность будет небольшая ну и теперь посмотрим весь все что сегодня приготовила в сборке второе и салат прекрасный гарнир котлетка и замечательный сочный салат все полезно мало калорийно сегодня у меня для вас очень интересный рецепт я беру 100 грамм сыра и добавляю сюда 50 грамм изюма и также мне понадобится две столовые ложки овсяных хлопьев и одну столовую ложку с горкой сметаны 15 процентов жирности и теперь все это нужно перемешать аккуратно вот на первый взгляд сочетание странное вроде бы несовместимое но на самом деле очень хорошее сочетание в результате вкус получается просто потрясающий соль я добавлять не буду у меня сыр сулугуни так что соль там не требуется но если сыр будет пресный по желанию можно добавить немного соли вот начинка готова и следующий ингредиент это куриное филе у меня пол кило куриного филе я его разрезала на 10 одинаковых вот таких пластов отбивнушек как бы сказать получился 1 на 50 грамм и теперь нужно их отбить накрываем пленкой чтобы никуда ничего не летела и слегка отбиваем наши филешки отбитые филе солим посыпаем паприкой копченой или просто сладкой паприки кому что нравится и черным молотом перцем переворачиваем на другую сторону и делаем то же самое с другой стороны не страшно если где-то филе допустим не целое потому что когда мы будем делать из них котлеты все она хорошо склеивается и никаких разрывов ничего не будет ничего не помешает теперь выкладываем начинку это примерно по одной прямо полной чайной ложки начинку разложили и теперь формуем котлеты просто заворачиваем рулетиком и делаем формуем котлетку курица куриная грудка очень хорошо склеивается поэтому делать это очень легко вот такие вот 10 штук таких вот пузатеньких котлет получилось на первом этапе мы закончили подготовленные котлеты пока что убираем в сторону теперь беру одну крупную луковицу и нарежу некрупно сковороду добавляю 10 грамм сливочного масла и туда же отправляю нарезанный лук готовлю на небольшом нагреве к луку добавлю немного воды миллилитров 50 и готовлю под закрытой крышкой одну крупную морковку нарежу соломкой нарезанную морковку добавлю в сковороду к луку если жидкость испаряется то можем добавить еще воды чтобы вода не пересыхала жидкость благодаря такому способу овощи получаются томленные они вареные не тушеные совершенно другой вкус перемешиваем и готовим под закрытой крышкой что удобно все тут же нарезается тут же отправляется сковороду друг за другом и постепенно все готовится теперь 300 грамм капусты нарежу соломкой капусту можно брать любую какая у вас есть белокочанная или пекинская как у меня в общем абсолютно любую можно и брокколи можно и цветную помельче порезать в общем все что относится к капусте и нарезанная капуста отправляется в сковороду сюда же добавляю пол стакана воды солю по вкусу добавляю черный молотый перец тоже по вкусу столовую ложку сметаны и все перемешиваем морковка уже мягковатая стала замечательно все хорошо перемешали теперь выкладываем сверху подготовленные котлеты выкладываем вот так вот слегка углубляя в овощи вот так вот слегка утоплено до половины они находятся прошло 15 минут все приготовилось уже видно что куриные котлеты сочные накрываем крышкой выключаем минут пять настаиваем и будем подавать все готово вот такое блюдо у меня получилось вот так выглядят котлеты на разрезе куриная грудка сочная ароматная овощи просто потрясающие они пропитались сметанным вкусом и вкусом от куриного филе и получилось очень вкусно теперь осталось посчитать сколько это будет в килокалориях так и какова же пищевая ценность на 100 грамм вот такого блюда ну это примерно одна котлета и пару столовых ложек гарнира овощного будет 105 килокалорий на 100 грамм то есть замечательная пищевая ценность к таким вкусным котлетам это очень даже отлично ну вот и все пожалуй друзья если понравилось видео ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал всем удачи и отличного настроения Продолжение следует...